Приём-приём, друзья, на связи Шедимен. Ну что ж, надеюсь, что именно сегодня разрешится пазл по поиску моей сестры Лески, и мы её скоро найдём. Если не смотрели предыдущую серию, то сначала посмотрите её, и скажу вам маленький спойлер. Сегодня мы уже совсем-совсем скоро кое-куда отправляемся, но перед этим вы должны размяться. Здесь, где-то в темноте стоят зомби. Посчитайте их очень внимательно, и число, которое у вас получится, запишите в комментариях. Я это обязательно проверю, но чтобы получить допуск до этой спецоперации и того места, куда мы отправимся, вы должны прямо сейчас лепить лайк под этим роликом. А те, кто не подписан на канал, делайте красную кнопку серого цвета, и взамен никогда больше ничего отсюда не пропустите. Также не забывайте подписываться на ТикТок, Инстаграм, все ссылки в описании и в первом закреплённом комментарии. Успехов нам сегодня, приятного вам просмотра и приятного аппетита! Значит так, либо всё, либо ничего. Я нашёл ровно четыре записки, ровно в четырёх камерах этой тюрьмы. И каждая камера совпадает по номерам, тем самым номерам, которые продиктовала леска в том аудиосообщении. Ну что ж, раз, два, три, четыре. Сейчас я прочитаю и узнаю, что там написано. Север, юг, запад, восток. Посмотри на потолок. Десять тридцать пять, девяносто пятьдесят девять. Теперь понятно, что нам делать. Чего? Чё там было написано? Так, север, юг, запад, восток. Посмотри на потолок. А какой потолок-то? Таких потолков в каждой комнате. Сколько комнат, столько потолков. Посмотри на потолок. Десять тридцать пять. Короче, все цифры. И теперь ты знаешь, что нужно делать. Да я понятия не имею, что теперь надо делать-то вообще. Какой потолок-то? Так, стоп, а может быть вот этот вот потолок-то? Который самый главный здесь? Я думаю, то, что это он. Так, только мне фонарик потребуется тогда, чтобы посмотреть, что там на потолке вообще. Так, уходи отсюда, Лиана, ты мне сейчас здесь совсем не нужна. Так, где фонарик? Вот он, фонарик. Так, включаю. Все нормально светит, все в порядке. Итак, момент истины. Что это? Там реально что-то видно. Там реально что-то видно на этом потолке. Что это? Нет, по-моему, вот так получше. Пять и... Один, что ли? Пятьдесят один. Точно, пятьдесят один. А что это значит? Что пятьдесят один? Пятьдесят один килограмм, пятьдесят один километр, метр. Что это? Или номер этого бомбоубежища? Да пятьдесят один, это все что угодно может быть. Так, ладно. Это очень интересно. Нужно срочно созывать собрание с ребятами. Да, Шиди. Забавно получилось. Пятьдесят один, значит, да? И стишок тоже интересный ты нам прочитал. Да. Так, ребята. Давайте быстро накидывайте варианты. Потому что такого совпадения быть точно не может. По камерам все это так раскидать, все так прописать, продумать. Короче, я уже чувствую то, что леска уже совсем где-то близко. Она уже совсем-совсем скоро появится. Если мы с вами сообразим, что это значит, она уже скоро будет на днях в наших рядах. Давайте, накидывайте варианты. Рядовой, что такое пятьдесят один? Я думаю то, что пятьдесят один. Ой, боже, я не знаю. Ну, пятьдесят первая квартира может быть в каком-то мегаполисе. Я откуда знаю этих мегаполисов? Их просто до чертиков. Я считаю, что, возможно, пятьдесят один это номер какого-то объекта, который, возможно, либо засекречен, либо, может быть, леску держит где-то в плену в камере номер пятьдесят один. Рашус она свои зацепки оставляла именно в этой камере. Именно на этой базе. Ребята, а я думаю то, что пятьдесят один это... Есть одна такая военочка, как раз-таки под пятьдесят первым номером. Я думаю то, что это, возможно, оно. Правда, как ваша подруга может быть связана с этим местом, я понятия не имею. В общем, Хантер, я думаю, вы должны это проверить. Хм. Ну, лучше уж проверить какое-то место, которое точно под номером пятьдесят один, нежели мы теперь полетим в какой-то мегаполис искать пятьдесят первое здание, пятьдесят первую квартиру или пятьдесят первый этаж. Ааа, так, ладно. Ааа, тогда что мы делаем? Вектор, сможешь Хантеру сейчас указать, где это место находится? А я и Стеф, мы тогда уже туда выдвигаемся. Разделимся по этой территории и будем потихоньку начинать всё это дело прочесывать. Что скажете? Я согласен, я только за. Я считаю то, что Леска должна вернуться в наши ряды. Мы её не можем так оставить. Да, конечно, я за. То чё, вообще даже не обсуждается, само собой. Давайте, 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 ребят, ускоряемся, Хантер. Да, так и сделаем. Значит так. Шеди, Вектор, Стеф, рядовой. Вот вам время на сборы. Вернее, Вектор, тебе время даю на то, чтобы ты всё обозначил мне на карте, я потом ребятам по агрозинатам всё передам. Вот. И так же, Вектор, потом сходи обязательно на вертолёт ребятам подготовь, чтобы всё было технически исправно. Ну всё, ребята, успехов вам тогда на базе номер пятьдесят один, как выясняется. Будьте аккуратнее там, верните Леску домой. А что? Погодка, кстати, ничего. Не то, что как обычно. Да, погода тёпленькая. Так, ну что? Давайте тогда уже начинать разделяться. Я думаю, то, что я остановлюсь где-нибудь здесь. Шеди, опусти вертушку немного. Там было какое-то здание с деревянной крышей. Я думаю, то, что пойду отсюда. Стеф, ты бы тоже сейчас начал выходить. Пойдёшь к северо-западному направлению. Шеди, ты тогда к северо-восточному, прямо. Видишь там два ангара каких-то с белыми крышами? Да, вижу. Стеф, ты согласен, если что? Да, ребята, согласен. Я автоматы подготовил, у меня всё есть. Тем более, вроде бы, здесь зомби не особо и много. Видимо, до нас здесь уже кто-то постирался. О любых передвижениях докладывайте на рацию. Мы должны быть в курсе событий. Все и каждый. Да, само собой. Так, ребят, давайте я сейчас вертушку вот так опускаю. Всё, высаживайтесь. Всё, я погнал. Я тоже пошёл. Рядовой, давай сюда. Всё. Так, ребят, высадил. Короче, они эти ангары сейчас просмотрят пока что. Тут это 51-я база, это капец. То есть, это огромнейшая территория, но... При этом на ней находится очень много различных военных объектов. То есть, допустим, вот какие-то здания стоят маленькие. Я не знаю, каждое здание за что-то отвечает. Вон собака какая-то там сидит. Возможно, это военная собака. Надеюсь, то, что она меня сейчас трогать не будет. Потому что у меня, как-никак, костюм тоже военный. И, может, она меня за врага принимать всё-таки не станет. Вон она куда-то побежала там. О, я вижу, там слева уже военные лежат. Тут, значит, не всё так просто. Всё. Опа. Так, тихо-тихо-тихо, собака. Не трогай меня, пожалуйста, не трогай. Я твой друг. Я ни в коем случае не твой враг. И я хочу, чтобы только всё было в порядке. Если бы только собаки умели разговаривать... Да, она бы, наверное, могла бы мне поведать. Эк, здесь вообще леска находится. И если она даже здесь. Да была ли она тут вообще? Вот в чём проблема. Так, нифига. А чё тут бахали чё-то? Тут прям... Чё-то... Получается, просто-напросто вот так вот... Материалы, всякие блоки валяются. Обалдеть. Чё-то тут, походу, это... Пытались замутить непонятное. То, что тут всё так раскидано жёстко. Да ладно, там слева ещё и горит чё-то. Если зомби поджигаться начинают. Я решил, кстати, на автомат-то глушитель не брать на этот раз. Потому что тут территория просто гигантская. Ну серьёзно, куда ни посмотри, тут простотас настоящий. Так что, я думаю, то, что даже смысла, в принципе, не было этого делать. Да, ну капец. Посмотрит только так. Тут реально как будто бы взрывчатку какую-то заложили и решили бомбануть. Так, ребята пока что молчат на рации. Значит, видимо, у них либо пока что всё в порядке, либо пока что просто нет смысла что-либо сообщать. Так, место, конечно, интересненькое получается. Так, сейчас я этих военных, конечно, тоже по-быстрому обучу. Потому что лишние боеприпасы, любые, вообще любые, они никогда не бывают лишними. Так, 9 миллиметров. Да и как показывает практика, любой листочек, любая записочка, она может сыграть просто огромнейшую роль. И вот, например, если бы не Ричман, и если бы он даже не вспомнил то, что у него в планшете такая информация была, мы бы сейчас не оказались здесь. Мы бы вообще о леске бы ничего и не узнали. Я, честно говоря, думал то, что, ну, это нереально найти человека на планете, когда у тебя с ним ни связи, вообще ничего нет. Обалдеть, тут зомби, конечно, военные положили. Так, а чё там такое? Тачка чё-то стоит. Интересно. Приём, ребят. Эээ, Стеф. Слушай, я машину наблюдаю в твоём секторе, неподалёку. За какими-то, получается, водонапорными бочками, что-то такое. Синий, не знаю, или не синий. В общем, цвет разобрать не могу. Какой-то внедорожник без крыши, получается, с усилителями. Как принял? Понял тебя, Щели. Наблюдаю этот внедорожник. Здесь неподалёку точно такой же стоял. Он не похож на военный, но и... Явно это не гражданский. Приём, ребят. Слушайте, мне либо кажется, у меня либо паранойя, либо здесь кто-то есть, пойми, у нас. Ну, это не зомби. Понял. Будьте аккуратнее, если чё, сообщайте. Конец связи. Так. Кого это они там нашли? В смысле, мы здесь не одни. Ну, понятно, что мы не одни, как бы. Так, ладно. Окей, спокойненько, спокойненько. Ребята, если чё, подготовились. Если чё, вот этот пулемёт можно будет взять. Вон тут 249 патронов ещё заряжено. Обалдеть. Тут ещё можно толпы зомбаков отбивать, да отбивать. Вдоволь. Пока что не надоест, и весь магазин там не расстреляешь. Так, а что? Тут можно неплохо поживиться. Ну, военка, она на то и есть военка. Вот. Так. Дымовая граната. Дымовая завеса нам тоже, если чё потребуется. Так. Тихо, тихо. Зомбятинка. Спокойненько. Я тебе не хочу ничего причинить, никакого вреда. Просто хочу, чтобы ты меня не трогал. Так. Опа. Здесь у нас чё такое? Здесь чё-то непонятно. Какой-то коридор непонятно куда выводится. Так, сейчас посмотри тоже, что это такое вообще. Так, а ну мне вообще стоит, не стоит туда идти? Так, да что ж такое-то? Ладно. Ради любопытства проверю. О. А чё они там встали-то возле ангара? Нормально. Я тут, значит, бегаю повсюду. Они просто взяли и стоят чё-то там на месте. Так, ладно. Окей. Сейчас я, короче, всех военных проверю. Там чё произошло-то только? Капец какой-то. Реально. Я думал то, что они там носятся, пытаются чё-то найти. Нет. Там ребят стоят, чё-то отдыхают на месте. Так, сейчас я... Я хотя даже по рации связываться не буду. Потому что это лишний шум. Если ребята реально встали и чё-то там не хотят дальше идти, значит, там чё-то есть. Боже, сколько военных. Тут просто эти патроны. Я не знаю, чё с ними делать. Их просто не расстрелять. По-моему, уже будет толком вообще. Тут и вода, еда. Так, канистру ладно уж я выпью. Потому что погода такая. То что, ладно. Водичкой надо тоже немного, так скажем, себя побаловать. Потому что, ну, человек, например, насколько я знаю, без еды он ещё проживёт какое-то время. А вот если у него совсем-совсем воды не будет, и будет обезвоживание и так далее, то вот без водички будет действительно тяжеловато. Так что я рисковать не собираюсь. О, привет. Здрасте, а ты чё туда залез? Кстати, а чё это за контейнеры такие здесь? Интересные, непонятные. Хм, забавно. А чё их туда посадили? Так, ладно. Потом разберусь обязательно. Так. Ребят, вы чё здесь встали-то? Шеди, там внутри кто-то есть. В смысле? Шеди, в прямом смысле мы же тебе говорим, там кто-то есть. Либо люди, но это точно люди. Это не зомби. Потому что очень странные звуки, именно отчётливые шаги и переговоры какие-то. Хм. Чё, думаете, стоит проверить? Ну я думаю, да. Однозначно. Ладно, давайте за мной тогда. Я там, кстати, какие-то контейнеры нашёл. Вот, и там почему-то зомби сидят внутри. Но это ладно. Чё, пойдёмте тогда. Проверим, кого вы там нашли вообще. Так. Вон там что ли? Я вижу технику военную. Людей пока что не вижу никого. Да точно, точно, там кто-то был. Я тебе точно говорю. И они не только на первом этаже, как будто бы, а везде. Огонь, огонь, огонь открыли. Панам, панам, панам. Реально в ангаре кто-то есть. Ребят, давайте. Тихо. Спокойно. А кто это такие? Это кто? Это секторовцы, что ли? Непонятная фигня какая-то. Короче, я вон там на втором этаже тоже видел то, что люди стоят. Так что сейчас я думаю, что им надо туда гранатку закинуть. Думаю, что такой сюрприз им точно понадобится. Главное, чтобы только не промахнуться этой гранатой. Так, полетела гранатка. О, то что надо, закинул. Отлично. Так. Давай, давай. Есть. Всё, бомбанула она. Она точно бомбанула. Так, отлично. Ёпер. Вот, 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 пошёл, 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 пошёл. Кто это такие? Кто это такие? Какой костюм у них? Зелёный костюм какой-то. Ребята, ты кто? Без понятия вообще, кто это такие? Тихо их знает. Так, слушайте, мы с вами тут без оп... Сверху, сверху идут. Они сюда, сюда спрыгивают аккуратнее. Ядрён батон. Капец, откуда они тут появились-то только? То зомби, а то эти. Не знаю, не знаю, рядовой. Ой, держитесь под пули, не подставляйтесь только. У меня костюмы получше, чем у вас, так что давайте. Себя поберегите лучше. Я на себя огонь приму, если чё. Так, на. Получай, зараза такая. Так, тихо. Я здание попробую с другой стороны обойти. Пулевому какие-то ещё варианты должны быть, как можно их на себя вовлечь полностью. Так, сейчас гранатка есть, всё. Ребята, давайте за мной. Фух, жесть какая-то. Кто такие? Походу просто какие-то группировка выживших. Не знаю, только зачем они стрелять на это начали. Потому что, мало ли, может быть у нас какая-то важная информация была бы для них. Ну или даже не информация, не знаю, еда, вода какая-нибудь. По-любому это сейчас требуется очень сильно. Обалдеть тут, сидеть-то сколько? Вы чё? Опухли что ли? Они походу услышали, как у нас вертолёт подлетает. Ой! Сбоку тут ещё! Ё-моё! Их тут слишком много. Больше, чем зомби даже. На! Получай, ну серьёзно. Сюда прилетели? А, ну теперь понятно, что это за внедорожники и почему здесь реально зомбаков-то нет. Так. Фиг зарядка, быстрей. Стэф, прикрывай меня пока что. Давай, щели, твой выход. Аккуратней только. Так. Что ж такое-то? Наконец-то есть. Всё, минус два есть. Так. Держи пока что этого. Попробуй на второй этаж подняться. Там, по-моему, явно кто-то был. Помимо... О, вот он стоит здесь прямо. Так, тихо. Сейчас я попробую топором. Глушануть немного. Так. На! Получай! На! Тихо, назад. Всё, 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 всё. Тихо, тихо. Понял тебя. Понял. На! Получай. Есть, ребят, зачистил. Свои, свои, свои. Меня только не попадите. Так, здесь чисто. Здесь чисто. Так, эта длина тоже чиста. В главном зале остались, насколько понимаю. Там рядового жмут. Так, на, получайте по башке. Так, надо кого-нибудь впрямь взять. Ребят, всех не валите. Сейчас кого-нибудь нужно обязательно захватить. Может, что-нибудь интересного он нам расскажет после всего этого. Давайте, давайте, давайте. Аккуратней только. Так, где они, где они? Ой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Свои, свои, свои. Валите его. Валите, валите. Так, где вы тут? Где вы? Ой, чёрт. Меня, походу, попали немного. Ну, ладно, со мной всё нормально. За дело просто царапина. Понял, понял, рядовой. Держитесь, держитесь, не расслабляйтесь. Вон, последнего оставьте для допроса. Он по-любому какой-нибудь важной информацией владеет. Узнаем хотя бы, чё это за ребята такие.